МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот была недавно ваш руководитель, министр, наш Вера Николаевна Глоньки. Мы с ней кое о чем не договорили. И вот сегодня я бы хотел, чтобы вы ответили на те вопросы, которые остались, а вопросы от зрителей, поэтому мне кажется, необходимо на них ответить. Ну, давайте с вами сегодня поговорим о стимулированности рождаемости и поддержке многодетных семей. Вот этот вопрос. Начнем с общего. Что делается в этой связи в нашем регионе? Спасибо за вопрос. Вопросы своевременные. Вообще за последнее время многое сделано именно для стимулирования рождаемости. Об этом говорит и президент в своих посланиях и в указах. Об этом говорит Олег Иванович Ковалев, наш губернатор. Поэтому вот то, что касается в этом году, с 2013 года, у нас постановлением губернатора принята новая мера поддержки семей, которая направлена именно на стимулирование рождаемости. То есть эта выплата назначается, выплачивается семьям, родившим третьего, либо четвертого, последующих детей. Выплата эта производится до достижения ребенком трех лет. Это позволяет, конечно, матери спокойно заниматься воспитанием и уходом за ребенком, потому что выплата она немаленькая. В размере 6551 рубль это на настоящий момент. То есть выплата эта производится в размере прожиточного минимума на ребенка, который останавливается. И что немаловажно, о чем хотелось бы отметить, что эта выплата она доступна для большинства населения, для большинства многодетных семей, которые собираются рожать третьих и последующих детей. Почему, объясню. Есть такое понятие многодетная семья. Это семья, которая имеет в составе трех несовершеннолетних детей. Но в данном случае эта выплата производится тем семьям, которые решили родить третьего, либо следующего ребенка, независимо от того, какой возраст у них уже детей, рожденных ранее. То есть это могут быть уже семьи, у которых первый, второй ребенок достигли совершеннолетия, и вот они решили родить третьего ребенка. Более демократичная такая схема. То есть это большой плюс, и это, конечно, стимулирует на рождение детей. Второе, то, что доход семьи, который берется для определения права на эту выплату, это средний душевой доход семьи должен составлять средний, который устанавливается статистикой ежемесячно, средний душевой доход по субъекту. Вот у нас он сейчас на человека составляет 19 тысяч 3 рубля 40 копеек. То есть арифметически, да, если семья состоит из муж и жена двое несовершеннолетних детей, то, соответственно, это доход семьи может быть порядка 80 тысяч. То есть это вполне доступная выплата, поэтому она своевременна, и она реально помогает людям в том, чтобы мама могла сидеть, заниматься с ребеночком и его воспитывать. Хотелось бы сказать о том, что достаточно маленький комплект документов. То есть у нас здесь мы ушли от какого-то вот загромождения документами. Семье необходимо предъявить, значит, заявление, справку о регистрации детишек, то есть основное это проживание детей с родителями. В случае, если проживают не по регистрации отдельно, то мы можем своим актом удостоверить то, что дети реально проживают со своими родителями. Это свидетельство о рождении детей и справки о доходах за три последних месяца. Хотелось бы еще о чем сказать, что были у нас такие случаи уже в практике, когда обращается какая-то семья, вот родился ребенок, и у них доходы там немного превышают. Это бывает почему? Когда мама получила при уходе в декрет соответствующие выплаты, они прошли там сразу за несколько месяцев, поэтому сумма достаточно велика. То есть мы в таких случаях объясняем, что необходимо обратиться буквально через месяц там второй, и право такой не на выплату возникли. Вот об этой выплате, значит, что еще хотелось бы сказать. У нас поставлена задача о том, чтобы мы увеличили рождаемость где-то на 6,7%. Хотелось бы опять с удовольствием отметить, что да, уже эффект фактически у нас достигнут. Мы думаем, что даже у нас будет больше рождено в этом году детишек. Вот по информации нашего управления ЗАГС, 1059 детей рождено на 1 сентября. Думаю, что до конца года рождаемость еще больше увеличится. Как правило, это сентябрь-октябрь, самые такие активные месяцы, когда детишки рождаются. И пользуюсь, конечно, случаем, хотелось бы пригласить всех воспользоваться данной выплатой. Вы можете обратиться как сразу после рождения ребенка, так в течение 6 месяцев. То есть, если семья обращается в течение 6 месяцев, то выплата производится с момента рождения ребенка. Если позже 6 месяцев, тогда уже, конечно, с момента обращения не хотелось бы, чтобы семья какие-то эти месяцы потеряла. Поэтому главное обратиться своевременно. Мы, конечно, со своей стороны всячески эту информацию доводим до граждан и через родильные дома, и через женские консультации. Еще в период, когда женщина стоит на учете в консультации, чтобы знали об этой выплате, не теряя времени, обращались к нам. Это и через службы ЗАГС, которые проводят регистрацию. Ну, понятно, по всем своим каналам, которым только возможно. С возможным каналом, если какие-то вопросы возникают, то, пожалуйста, можно к нам обратиться и все вопросы решить. Ну, знаете, вот что радует? То, что, во-первых, все это работает, и то, что за счет этих денег, которые положены, они выплачиваются. И то, что минимум документов надо будет собирать, и минимум бумажные, извините за выражение, возни вот человеку обычному. Потому что порой народ звонит по телефону, приходит, говорит, стонет, замучил собирать бумаги. Ну, не в вашем случае, а вообще, в принципе, бюрократия, конечно, людей достает, что называется, до печенок. Так, про доход у семьи, чтобы она могла получить данную выплату, мы с вами поговорили. Поговорили, но вот все равно, давайте вот еще раз напомню, вот точки вот этих вот соприкосновения дохода и выплаты. То есть, вы сказали, что если даже чуть больше, вот получается, то нужно просто, ну, какой-то временной такой вот... Да, немного подождать. Бывают какие случаи, просто, опять же, хотела сразу бы объяснить, потому что эти вопросы возникают у нас у граждан. Совершеннолетние дети, которые зарегистрированы уже по другому где-то месту жительства, в других городах. То есть, этот ребенок в составе учитывается для того, чтобы определить право, да, человека. Но, соответственно, его доходы уже не принимаются. Это самостоятельный человек, у него, может быть, уже самостоятельная семья. Соответственно, берутся доходы родителей. Ну, собственно говоря, и все. Ну, то есть, просчитывается, в принципе, математика идет такая вот, я бы сказал, несложная математика. Самое главное, что выплаты доступны. Очень много вопросов о материнском капитале. Со стороны граждан, наверное, к вам, со стороны зрителей, и к нам. Вот что это такое, расскажите, что это за выплата, материнский капитал, как работает она. Если можно, прям вот, коротко и доходчиво. Коротко и доходчиво. Да, коротко и доходчиво. Региональный материнский капитал — это такая дополнительная выплата, дополнительная мера. Опять же, стимулирование. Это наш региональный, наш закон, да. Региональный, да, о чем хотелось бы отдельно сказать. Конечно, не во всех регионах такие выплаты есть. У нас такая выплата принята. Действует, уже работает с прошлого года у нас эта выплата. Значит, она в настоящее время составляет 52 750 рублей. Ежегодно индексируется, то есть начинали мы с 50 000 рублей. Региональный материнский капитал, он как бы последовательно дополняет федеральный материнский капитал. То есть он у нас назначается на третьего, опять же, либо последующего ребенка, что, опять же, немаловажно при стимулировании именно рождаемости. Если пенсионный фонд свою выплату предоставляет на второго ребенка, либо последующих, то есть на следующего ребенка уже предоставляется региональный материнский капитал. Отличие от федерального здесь в чем такое значительное? Федеральный направляется в том числе на улучшение жилищных условий. Это, конечно, такая у нас тема злободневная для большинства семей. То есть у нас этот региональный материнский капитал может быть направлен как на улучшение жилищных условий, так и на подведение каких-то коммуникаций к своему... Шире у него такое применение. Шире применение и, что немаловажно и очень востребовано, это на ремонт жилого помещения, который находится в собственности уже у семьи. То есть значительно как раз обращаются люди именно за тем, чтобы направить его на ремонт имеющегося в жилья. У нас в гостях была Елена Владимировна Корпенко, первый заместитель министра социальной защиты населения нашей области. Говорили о демографии, поддержке семей. Наш разговор, я уверен, не последний. Отнюсь не последний. Мы будем эту тему держать на своем контроле. Всегда рада. Вы смотрели информационную программу «Семь минут». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова